Что такое европейское сообщество, откуда сейчас Великобритания ушла? Это попытка, какие-то вещи или организации объединенных наций. Это какой-то штаб должен быть у человечества. Мы должны вместе, да, какие-то, вон они там дошли до чего-то, кривые огурцы запретили там, Еврокомиссия. Чем совсем, ну там их много, это бюрократия вообще очень серьезная оказалась. Там у Евросоюза проблем много, у них врагов у Евросоюза в Англии было и с той, и с другой стороны. Потому что с одной стороны это как бы для правой недовольны тем, что там много иммигрантов, делиться с кем-то надо. А с другой стороны и левые тоже недовольны, потому что бюрократия. И получилось, что сложилось два крыла, и в общем, в целом они ушли. Просто нам нужно объединяться, нам нужно думать над всеми вызовами, вот чем ЮНЕСКО занимается. Нам надо думать, что делать с сохранением там природы, с изменениями в психологии, что такое робот, стоит ли вообще заниматься. Может быть надо что-то, ну мы как, мы люди, мы собираемся и решаем, у нас нет другого способа, как семейный совет. Вот у нас нет другого способа, мы должны думать, и искусство в свободном, в рыночной форме как раз будет выносить на поверхность те темы, которые созрели у людей, они хотят это понять, разобраться. И мы это делаем, собственно, вот так. Поэтому, ну что, все страшно, а спроси у человека, у древнего грека, там, про паровую машину, или про самолет, или про метро. Он там даже, я поскольку, извините, считаю, что это писали люди, и даже коллектив авторов, и не одну сотню лет, но даже они не могли выдумать ничего такого, что будет в будущем, я имею ввиду, Евангелие, например, ну любую книгу древнюю. Никто не знал, не мог понять, там нет, конечно, слова метро, и про корабли, и там про электричество, про что угодно, в чем мы сейчас живем, там многоэтажные квартиры и так далее, и велосипеды. Никто этого ничего не знал, потому что это невозможно понять, мы настолько развиваемся, человек, это вектор, ну как мы выяснили, в силу своей особенности, мутации вот этой, потому что он рождается никем и заполняется чем угодно. Поэтому все страшно, ну да, ну волков боятся в лес не ходить, просто мы должны быть мудрыми, разумными, и искусство в этом, это помогает понять, переживать, поднять проблемы эти. Поэтому это очень важно, нам нужно об этом снимать кино, и я как раз этим и занимаюсь.